Полезное время на радио шансон. У нас в гостях автор песен, под которые танцуют уже несколько поколений. И сколько еще будут танцевать композитор Виталий Окороков. Здравствуйте. Добрый день, добрый вечер, наверное, правильно сказать. Огромное спасибо за песню «Мне улыбнись». Много у вас хитов, множество, сотни шлягеров. Как создавалась эта песня? Вот можно узнать. Потому что мы сошлись во мнении, что мы эту песню обожаем. Я думаю, что многие слушатели здесь с нами солидарны. Ну, сразу хочу сказать, что насчет сотни хитов вы, конечно, погорячились. Но у меня, я думаю, есть пять народных песен. То есть народ знает, поет и даже не знает, кто там, Окороков написал. Это самая большая заслуга для композитора, когда его песню уходит в народ. Что касается Танича, он меня, знаете, приучил к эстетике шансона. Потому что у меня было, знаете, такое воспитание. Консерваторское. Да, не просто консерватория, а «Пианино», «Бетховен», дальше «Малер», «Шостакович», да. И я рос, то есть комбинация была, это вызовом времени. Это просто «А вот смогу или нет?» Плюс немножко там, может, меркантильный какой-то момент был. Вот. А Танич, ну, это великий поэт, он начался с того, что он говорит, давай напишем что-то для комбинации. И вот песня «Подковочка», это была первая наша с ним пробная. И после этого уже он, ну, может, помните, «А зачем прибитая на двери подковочка?» «Любовь короткая, 100-метровочка». И он пригласил домой, это уже считалось тогда на Садовую. Я еще не понимал, я молодой был, вот, но это считалось уже, ну, как говорят, это уже проба была, пера. И он стал мне звонить, давать тексты. И «Улыбнись» это было, ну, это после трех-четырех лет. Мы вначале писали там песен 6-7 какие-то, новогодние, что-то еще было. А здесь эта лирика чистая, да, она необычна тем, что она очень светлая песня. Там нет какой-то, нет вот, ну, лесоповальской темы, зоны там. И просто о любви. Ароматик. Да, и Танич здесь настолько мудр по-человечески. Вот. И я ему благодарен. Он часто меня обудил, очень рано он писал. Он каждый день вставал в 5 утра, писал до 7, ну, обязательно один или два текста он делал. Иногда он со мной делился, как тебе, там, ничего. Вот он, я спросонья, ну, приходилось вставать. Звонил тоже преимущественно в 5 утра, да? Да, да, да. Вот он написал, он не понимал, что время, ну, я уже был готов, поэтому... И плюс у нас общего то, что Лидия Николаевна Козлова, его супруга великая, она тоже из Саратова, из нашего родного города. Из которого, знаете, вышла целая батарея артистов, звезд, вот. Да, да, да. Ну, что касается ваших шлягеров, давайте мы сейчас сделаем небольшую подборку, и слушатели поймут, какой у нас сегодня гость. Мне ангелом стать нереально, Но мы серединку найдем. Ребята, все будет нормально, Ребята, все будет путем. На кусочек колбаски у тебя лежали на столе, Ты рассказывал мне сказки, Только я не верила тебе. Бухгалтер, милый мой бухгалтер, Вот он какой, такой простой бухгалтер, Милый мой бухгалтер, А счастье будет, если есть в душе помой. Ксюш, Ксюш, Ксюша, Юбочка из плюша, Русая коса. Ксюш, Ксюш, Ксюша, Никого не слушай, И ни с кем сегодня не гуляй. И ни с кем сегодня не гуляй. Эх, палочки да ёлочки, Как я люблю тебя, Костюмчик мой с иголочки, Взгляни же на меня. Эх, палочки да ёлочки, Как я люблю тебя, Костюмчик мой с иголочки, Взгляни же на меня. Сочи, 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 Радости кусочек, Бархатные ночи, золотые дни. Здесь хиты одни. Ой, вы знаете, просто промелькнула вся творческая жизнь, наверное, за 30 лет сейчас. Ой, спасибо вам огромное. И вы так наслоение и припевы. Слушайте, да, неплохие песни были. А когда зазвучала песня Ксюши, и это тоже я. И это я, и это я. Да, знаете, сейчас я это... Еще же слово пацана, сериал, да, конечно, прибавил жару, вот это не забывай. У меня сын Матвей, ему 11 лет, младший, он из школы. Они все в шоке были, когда, значит, Калагривы, и я был на съемках сейчас про комбинацию. И вот этот сериал, и говорит, твой папа написал. Они не знают, кто такая комбинация, они просто, не забывай. Они забивают в этот шазам, где узнают песню. И оказывается, этой песне 38 лет. Вот это да. И вдруг она... То есть она раньше, чем American Boy, бухгалтер, и она не была в альбоме. Понимаете, и это все... Здесь вот про каждое, можно было сказать, и про Вика Цыгановой, целая эпоха. У него потрясающий супруг. Вадим, привет. Да, Вадим, она как настоящая супруга, она мне при первой встрече, я ей писал тоже альбом, там, Эх, не грех, вот, по-моему, он назывался Не печалься, Атаман, помните, Не печалься. И вот она мне сказала, Виталий, запомни, в русской истории поэзии есть два поэта. Я так, ну, один понятно. Она говорит, это Пушкин и Цыганов. Причем она так, попробуй мне возразить, я руки вверх поднял, Вика. Вот, а вы знаете, нет, он потрясающий. Еще дашь, приходите в мой дом, мне первому дали. И я ее хотел написать и сделать, но потом все-таки они вырулили в другую сторону, вот, с кругом. Вот, кто-то там еще звучал. А, Диона Виктор тоже, целая эпоха, это такая смешная песня. Ну, колбаски, это вообще уникальный случай, потому что иностранцы часто спрашивают, а чем эта песня? Кусочек колбаски. И я когда бывал за границей, я им объяснял, это песня о русской душе, потому что это не просто продукт. В 90-е годы они не понимали, как это можно, вот, в холодильнике, я говорю, если есть колбаса, значит, семья была уверена в завтрашнем дне. Все, они завтра на завтрак нарежут колбаску. Я говорю, вот, но они говорят, почему кусочек и колбаски? Я говорю, ну, перевести можно так, two slices of sausage, и все. Вот, и, по-моему, все вопросы. Причем эта песня ни разу не звучала на телевидении, а я был членом Союза композиторов, ученик Хренникова, как сейчас выяснилось, моего коллеги Игоря Зубкова. Игорь, тоже отдельный респект. Вот, и ее не пускали. Там раньше же худсоветы были, первый канал, Юрий Саульский был. И мне Шаврина рассказывала, что когда мешки писем, надо же, говорит, вот, колбаски, ну, просят, что там, давайте дадим. Ника, кто написал? О, О, Караков, он очень хренниковый, он еще и член Союза? Нет, ну, это вообще. И она, говорит, ее зарубили, и вот колбаски, какая-то история такая с ней тянулась. Она вошла, это же как прощание славянки. Один музыковед пытался понять, где я спер этот вот та-та-та. Ну, это ты откуда же содрал? Я говорю, ну, вот, потом и так, и сяк. Я говорю, ну, это я вот стилизовал, и музыканты могут узнать там в конце. Я взял у Нина Рота и Феллини 8,5. Та-та-ра-та-ра, там, еврейская тема вот эта. То есть я просто показывал, что я знаю ноты, музыку, и как бы диезы, бемоли. Мне было стыдно, что, ну, в трех аккордах я как бы запутаться могу. Если я все правильно помню, два года назад, вот, когда у вас был юбилей, мы здесь в полезном времени вас поздравляли, и у нас есть рубрика «Верни мне музыку», и там была вот как раз ваша песня «Два кусочка колбаски». Мы ставили именно это произведение, рассказывали о том, вот, сколько замечательных произведений вы создали. У нас сейчас музыкальная пауза, друзья. Если есть вопросы, пожелания, восторги к нашему гостю, плюс семь девятьсот девять, девять пять пять, сто три ноли, смс, ватсап, вайбер, пишите и подписывайтесь. «Полезное время» на радио «Шансон». Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите вечернее шоу «Полезное время» на радио «Шансон». Только что заслуженный артист России Михаил Швотинский, песня «Лапстори», в этой песне и русский текст, и иностранные слова. Но первый вот это придумал совмещать наш гость Виталий Окороков. Как это было? Как так получилось? Да, 88-й год. Еще советская эстрада, СССР, никаких нет. Просто я очень любил Абу и Бакару. Просто, ну, особенно Абу. И, конечно, фанат Куин. То есть, когда я услышал, меня именно понесло на вот эту... До этого, конечно, я целиком был классический юноша. Но и просто, ну, захотелось. Тогда социальные были какие-то проблемы. Девушки хотели вырваться из провинции. Москвички хотели вообще уехать куда-то подальше за рубеж. Сейчас это воспринимается иронично, и кажется, это нонсенс. Но тогда, увы, это была такая невеселая романтика. Вернее время. Да, к сожалению. И я это все старался через, ну, не юмор, но как бы ирония. Ирония и такой легкий сарказм. Девчонки не разделяли этого. Вот. Но я как бы авторитетом давил. Хорошо, что мне как бы вот Шишинин, мой компаньон, он в это не влезал. В продюсерство, в творчество. Да, да. Тот, какой идея, кто, как говорится, я всегда говорил, вот его... И он придумал идею, и она его на небо. У него трагически погиб в 93-м году. И комбинации, кстати, как-то вот... Ну, вот 5 лет. Сейчас они, мне кажется, все-таки на старом материале и на старой славе, дай бог, пусть работают, и замечательно. Вот. Так что получилось так, что American Boy и Russian Girls, вы, наверное, вот эти имеете в виду? Конечно, да, да. Да, Love Story не стоит уж у Футинского, Story не стоит. Да, да, да. Отличная. А у меня American Boy, уеду с тобой. Понимаете? Вот. Здесь было в лоб. Ну, я учился в английской школе, или еще Russian Girls... Give me, give me only love. Еще Love. И Иванова пела слово. Love. Я говорю, нельзя, надо Love между О и А. Она... С транскрипцией еще. Она говорит, тогда будет Love. Там она, я говорю, Love это ресторан. Я говорю, нет, Love это потом. Она говорит, ну Love, Love. В общем, мы там путались. И это была... Russian Girls была первая песня, которую мы записали в студии Игоря Матвиенко, где любые были в Сокольниках. Была синтез или рекорд, по-моему, какая-то была, где я первый раз увидел в жизни многоканальный многодорожный магнитофон, тоскам. Я был в шоке. Поэтому вот это было все, конечно, время замечательное. Ну и сейчас тоже время интересное. Наш гость Виталий Окараков принес туфли-лодочки. И это, друзья, не просто... Не в прямом смысле, а в музыкальном. Рома, уточняй сразу. Это произведение, которое мы сейчас послушаем в авторском исполнении. И песня, которая еще вот только-только формируется. Да, я благодарю вас, дорогие мои ведущие, за доверие. Я не знаю, было ли у вас такое... Сейчас вся страна, все слушатели радиошансона, я вас прошу, послушайте и дайте совет. Я не знаю, кому ее надо отдать. Только сразу говорю, она, поскольку, да, она шансоновая, там и текст такой смешной. Григорий Лепс уже слушал эту песню. Она ему понравилась, он говорит, очень хорошая песня, но она задорная, она, говорит, немножко слишком для молодого исполнителя. Вот я не очень знаком с молодыми звездами. Я знаю, там Сумишевский есть, да. Вот, так что нужен ваш совет. Я просто напел, это мои слова и музыка, как и колбаски, American Boy. Вот, и такая ситуация. Двое людей идут в МФЦ, и они идут за пособием и думают, как бы получить пособие, чтобы потом продолжить веселье. Но когда раскрывает девушка паспорт, она смотрит, ребята, у вас 45, а вам уже 10 лет, как 45. Они не поменяли паспорт. И вот что из этого вышло, я думаю, мы это сейчас послушаем. Туфли, лодочки, премьера в полезном времени. Полезное время на радио Шансон. Виталий Окороков. Туфли, лодочки, премьера в полезном времени на радио Шансон. Браво, маэстро. Спасибо, спасибо, что премьеру доверили замечательному радио. Дорогие слушатели, как вы считаете, кто из наших исполнителей шансона по-русски мог бы исполнить в перспективе эту песню? Расскажите, напишите. Номер единый, СМС, Ватсап и Вайбер, плюс 7909-955-103-0. Александр Марцинкевич, есть вот такое мнение от слушателей? Да, ну-ка, интересно. Да, группа «Кабриолет», вот может быть, там. С другой стороны, если кто-то послушал и захочет к вам обратиться на сайт, в соцсети, куда же? Да, 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 ну, я там есть какие-то в ВКонтакте, что там еще там, какие-то, конечно, есть, есть. Без проблем. Знаете, я открыт сейчас, я даю песню кому-то нравится, ради бога, пойте, я не беру, как раньше, я не беру за это денег. Вот, меня колбаски кормят. Валерий Курак, Валерий. Со словом пацана. Да, Валерий Курас, есть предположение у слушателей, что он тоже... А, Курас или Курас, я помню. Курас. Курас ударил, о. Сейчас мы вам накидаем, да, здесь... Ну, здесь надо что-то, да, чтобы ирония и драйв такой был. Ну, Валерий умеет шутить в своих песнях однозначно, да. И драйв ирония, да. Ну, давайте, если что, просто у меня их нет контактов, я с удовольствием... Этот контакт я вам дам, все будет нормально. Значит, вы сейчас сказали про, за эфиром, про сериал, который посвящен комбинации. Вот здесь можно подробности, потому что мы обожаем группу, десятилетия, и вот про сериал тоже. Да-да-да, эта история длилась два года. Я вначале думал, что меня разыгрывают. То есть позвонили продюсеры, ну, это компания Винк, довольно известная, да. Вот, там, по-моему, у них Бондарчук главный. Вот, и сказали, что хотят эту историю. Восемь серий. Ладно, там будет актер Виталий Окарков, но там еще и мою маму играет. Я говорю, Луиза Алексеевна, 87 сейчас. Они узнавали подробно, за каким пианино я сочинял, как она что-то, какие пирожки она пекла. То есть там серьезный подход был. Сценарист там работал, по-моему, год или полтора. Вот они сейчас готовятся. Я все прошу продюсеров, ну, они держат оборону, не показывают. Сейчас идет монтаж, и осенью будет премьера. Поэтому восемь серий. Вот если кто фанаты Короля и Шута, да, Король и Шут. По-моему, замечательный был сериал. Я, кстати, по-новому стал на них смотреть. Раньше, ну, знаете, панки там, типа Сектор Газа. Но там песни, как у Шуберта. Там мелодии потрясающие. С Мариной Капура там дуэт был просто сумасшедший. Вот. И поэтому эта же команда, кинокомпания «Луна Парк», по-моему, если не ошибаюсь, да. То есть они готовят премьеру. Восемь серий будет из вся подробной истории. Ну, а для, можно сказать, поклонников, Никита Калагревова, который после... Словно. Да, и Емеля. Он играет главную роль моего друга Александра Шишинина, продюсера. Там еще будет Павел Прилучный играть жену, супруга Алены Апиной первого, Александра Иратова, продюсера. Вот. Кто там еще? Невеста пацана... Невеста Адидаса. Елизавета Базыкина. Она играет Таню Иванову. Апина играет, тоже известная. Анастасия Уколова. Ну, если сейчас всех... Там очень хороший актерский состав. Кто вас играет? Меня играет Владимир Конухин. Актер театра, по-моему, сфер. Ну, очень молодой. Копия меня прям, когда нашли. С усиками маленьких. Он так и говорит, у нас есть фотографии. Кстати, что интересно, там есть как камео. Нас всех приглашали, мы сыграли по маленькому эпизоду. Я играю директора студии Гала. Когда приезжает комбинация, мы хотим записаться. Я говорю, у вас бабки есть? У нас только 300 долларов. Господи, ну, давай, кидай туда. Что ты там будешь? Что из Саратова? И, в общем, ну, вот это... Апина там будет играть, педагога по вокалу. Иванова тоже кого-то. То есть там все, кто как бы костяк комбинации, они придумали, чтобы как-то мы в историю вошли. Так что ждем осень, а обещают чуть ли не сентябрь. Сентябрь-октябрь. Будем смотреть. Да, прекрасно. Вы сейчас летом отдыхаете, либо работаете. Вот, например, песня-то у вас уже трудитесь, видимо. Нет, это между... Знаете, я сейчас весь в кино опять. Я могу сказать, что я... Немножко поздно, конечно, это раньше было. Я сейчас попал в большое кино. Первый канал. Эрнст, если вот вам говорит что-то, Союз спасения был, да, о декабристах. Вот эта же команда сняла, снимает большую... Они историческое кино делают. Любовь Советского Союза. Это об актрисе не Любови Орловой, а помните, в то время была еще Валентина Серова. Конечно. Жди меня, я вернусь, только очень жди. Вот о ее молодых годах. И там большой симфонический оркестр, и мне предложили написать музыку. Причем то, что я написал колбаски, это было отягощающее обстоятельство. Я знаю, что... А вы бы про Хренникова сказали, что у него училось. Ну вот, спасибо, господи, да можно сказать, спасибо Леше Козину, который... Алексей Козин, навигатор рекордс, который как бы мне... Он просто им предложил, да вы дайте ему сцену. Мне прислали две минуты кусок, я сочинил, и он говорит, там был шок. Они говорят, как, да, срочный оркестр записали, и сейчас уже второй фильм по моменту истины тоже готовится, это по Богомолову. То есть там Безруков, Павел Табаков, там, ну, все это. То есть, ну, Первый канал, это Первый канал, у них хорошие фильмы. Друзья, а у нас хорошие рекламные блоки. Мы сейчас один выпустим, потом вернемся, дождитесь. Полезное время на радио Шансон. Группа «Сентябрь» только что на июльском Шансоне. Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите вечернее шоу «Полезное время». У нас в гостях композитор Виталий Окороков, который создает замечательную музыку и для того, чтобы потанцевать, и подумать, и для того, чтобы в кино сходить. Но не только здесь в кино ходят на фильмы с участием музыки Виталия Окорокова. Маэстро, все подробности. Роман, как вы подвели, подводку сделали такую хорошую. Знаете, просто вот два года назад, я горжусь тем, что впервые песня наша, российского, ну, я даже не говорю, что моя, а просто наша российская эстрада, она была главный саундтрек в этом фильме. И в 22-м году, в март, по-моему, с 3-го по 20-е, в Америке первое место бокс-офис, это можно посмотреть, был фильм «Нободи». Это история типа «Криминального чтива», но там есть, вы сказали, Кристофер, это из «Назад в будущее». Кристофер Лоид. Лоид, да, «Великие люди». Вот, и главный саундтрек там «Бухгалтеры». То есть я вообще был, ну, представляете, то есть Алексей Серебряков там играет главу русской мафии, и там хорошая подводка такая. Так что, можно сказать, сегодня, ну, не голливудский композитор, но который там что-то там иногда там что-то парил, делал. На самом деле, очень интересный был это и звонок, и вся эта история, когда я тоже, я подумал, что разыгрывают. Я английский знаю, но звонок был из Universal, там, компания. А Митчер Рокарков, you have права, ресурсов, бухгалтер, bookkeeper, он еще как-то по-английски по-другому там, не бухгалтер, а кипер, а не как-то что-то, держатель, вот это кипер от слова. И вот пошло-пошло, это благодаря еще издательству «Джем», все это. И так получилось, что вот этот фильм стал... У меня вообще не очень много фильмов, но вот сейчас пошли уже, ну, у нас. Ну, дай бог, чтобы наши песни, кстати, звучали на разных языках. И бухгалтер, кстати, есть очень хорошая версия. На татарском. На татарском, найди, очень смешно. Там что-то... Классно. Поет из Казанска, она какая-то звезда, у них, как Ротару, есть певица. Можно набрать, по-моему, бухгалтер на татарском. Это есть в топах, очень интересно. Есть, кстати, Лесопован на эстонском, пока я не забыл. Мне улыбнись, вот эта песня. Есть, есть. И поет очень тягуче. И вот так вот, ну, так занудливо, это Эстония поет. Это я вспоминаю просто короткие, но это реальная история. Слушай, говорит, эстонский друг у меня, он построил дом, говорит, а сколько комнат? Одна. А почему одна? А меньше не было смысла. То есть, вот это... Так что на эстонском языке, вот есть, я сейчас вспомнил, Лесоповал, то есть... Вот. Фильм Никто называется. Никто, Nobody, да. Он есть на всех этих площадках, он сейчас уже идет. Просто хороший фильм, и там центральная сцена, она просто поставлена, три минуты просто поставлена под эту песню. Не просто фоном, а вначале актриса поет, потом Серебряков, и там просто действует. Две с половиной минуты. Я сам, я в кинотеатре, когда зашел, я начал на мобильник снимать, ко мне подбегает охранник, да я вас, Арису, вы что, с ума сошли, снимаете? Я говорю, это моя песня. Говорит, да мне пофиг, говорит, нельзя. Я говорю, ну, дайте, ну, мама не поверит, что это. Это как когда, да, то есть, вот такие, в общем, истории. Когда вы стали человеком очень узнаваемым, что мама сказала? Хорошо ли вот писать такие песни человеку, который собирался писать классику? И классику? Не, мама меня вообще видела в мединституте. Знаете, она медицинский кончила, она сама врач, и когда я, я просто, я очень поздно увидел, у нас не было в семье музыкантов, я увидел пианино просто, что есть пианино, в 10 лет в деревне, в клубе, я подошел, нажал поле, это ноты, звук, и все. Я потом приезжаю, 10 лет мне, я говорю, мама, я хочу учиться музыке. Какая музыка? Отец тоже инженер, отец, кстати, с Гагарином учился вместе, индустриальный техникум в Саратове. Какая музыка? Ты что? Я говорю, я хочу заниматься. Потом в училище, он говорит, что, с Комарохом будешь, что ли? Ну, они не понимали. И я говорю, нет, я хочу учиться музыке. Я пошел музыкантскую школу, вот, то есть, конечно, знаете, мне 10-11 лет, там 7-летки, но я за 2 года, я за 3 года окончил школу, я год по 2 курса учился, вот, потом училище, и дальше уже. Я вначале как пианист, потом уже, я и сочинять стал поздно, довольно лет, ну, лет 18-20. Знакомство и учеба у Хренникова как на вас отразились? Ой, ну, это гей, это великий человек. Хренников тоже, ой, это нашим слушателям могу сказать короткую, Хренников, это прямая линия с Шостаковичем, да, а Шостакович для меня все, это мой бог. То есть, все знают, я, у меня его все 48 томов, я знаю наизусть все его симфонии, я просто фанатея. И вот Хренников учил нас, он прежде всего жизни. Во-первых, это человек, который был у Сталина три раза аудиенция, и он рассказывал про Шостаковича, про профессию композитора, уникальная история, которая потом стала как анекдот, но это реально было. Шостакович идет после собрания, его настойчиво в партию хотели принять Хрущевщу, как так, Шостакович не в партии, и все-таки заставили написать заявление. Вот он идет очень расстроенный по Тверской на Нежданом, заходит в свой дом, а тогда же не было домофонов, да, просто открываешь и все, и у него четвертый этаж. И он не пошел к лифту, а пошел. И вдруг между вторым и третьим на подоконнике сидят два, зашли Ханурика, наливают стакан и выбивают. И они настолько видят, ну, на нем лица нет, они, мужик, то есть выпей, на, это реально. И Шостакович, давай. Они им налили, он выпил, фу, сел, и они говорят, ну, как тебя зовут-то? Дима. А, Дим, понятно. А кем работаешь? Композитором. А, ну не хочешь говорить? Не говори. То есть... У нас буквально 30 секунд, вот совет молодым композиторам от вас уже. Молодым композиторам, пишите, стучитесь во все двери, но знайте, что, вот знаете, Булгаков был прав, никогда не просите ничего у сильных. Придут и сами все дадут. Но это не значит, что надо сидеть на тахте и ждать. Я разместил. У вас есть замечательный сейчас интернет. Разместил, и тебя все смотрят. Поэтому мы носили кассеты, стучались, я там писал всем подряд, послушайте, кто-то посылал, кто-то... Ну, давай послушаем. Вот. Меня слушали там, и даже Пугачева, когда еще... А, Градскому. Я попал первый раз к Александру Градскому. Жалко время. Но это в следующий раз расскажу. В следующий раз обязательно. Просто меня принял человек и 4 часа он меня слушал, все мои экзертизы. Студенты из Саратова, вообще парень просто... Вы знаете, мы бы вас тоже слушали несколько часов, но я думаю, давайте повторим встречу обязательно. Запланируем. В следующий раз, и нам теперь тоже интересно, что там с песней. Кто будет ее исполнять? Да, 2 часа. Вам спасибо, ребята, огромное. Шансон forever, как в английский, да? Хорошего лета, вдохновения, друзья. Виталий Окараков был в гостях у «Полезного времени». Это было замечательно, это было прекрасно. Мы прощаемся до завтра. Любовь Володина. Роман Шахов. Счастливо. Пока. Полезное время на Радио Шансон.